Нашумевшая история со сбежавшим из-под стражи Ватарао полицейским приняла неожиданный поворот. Бывший начальник Исатайского РОВД Алтунбек Кубайдулин на прошлой неделе задержанный финполом с поличным за взятку, найден мертвым. Предварительная версия следствия – самоубийство. Однако драматичная история тотчас породила массу слухов от нелепых, якобы смерть Кубайдулина всего лишь розыгрыш, до вполне вероятных, мол, попавшегося на взятки полицейского жестоко убили. Отец покойного, Колыбай Каражанов, в последнем совершенно уверен. Когда я был на опознании трупа, видел все его тело, руки, ноги в ссадинах и синяках. Очевидно, что его избивали. Сотрудники моего сына рассказывают, слышали его крики с соседнего кабинета, когда его пытали. Они его убили, и больше никто. И задержание его было подставой. Кому-то он оказался неугодным. Колыбай Каражанов уверены в том, что его сына предательски подставили сотрудники финансовой полиции. Дававший взятку покойному, бывший оперативник, связанный с финполом, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности. Дальше больше. Задержание Кубайдулина было произведено незаконно. Протокол не был оформлен. Этот факт в финполе подтвердили. Затем стражу порядка вдруг стало плохо, и его пришлось госпитализировать. Тут тоже все неоднозначно. В течение трех часов после фактического задержания они обязаны составить протокол задержания. Но этого не произошло. Не было этого сделано. Я с ним где-то переговорил, в течение полчаса мы с ним один в один. Но он мне сказал, говорит, Макея, ответить на вопрос я не могу. Я плохо себя чувствую. Ну, попросил меня вызвать в скорую. Ну, врачи сказали, надо его забрать с собой. И они его с собой взяли. Финансовая полиция к нему приставила двух своих оперативных работников. Хотя в это время оперативники не должны были его сопровождать, так как он не задержан. Ну, на кистях у него были ссадины. Ссадины. Ну, когда я спросил следователя, он сказал, это, наверное, от наручника. Но я ему сказал, это, говорю, не от наручника. Ну, от свидетельства мы его не успели. Ну, они обязаны от свидетельства, но они сказали, после возвращения больницы, больницы, утром от свидетельства им. И он согласился. Они бы никуда не делись, эти синяки. Синяки никуда не делись. Зато исчез сам Кубайдулин. Якобы сбежал через форточку. По другой версии, его ликвидировали, ведь спустя пару дней на одной из строек Атырау был обнаружен труп самоубийцы. Сотни интернет-пользователей, прочитав противоречивую новость, в один голос заявили. Сбежать из-под стражи, чтобы повеситься? Не верим. У 32-летнего погибшего стража порядка осталась семья, жена и трое детей. Его отец потерял единственного сына. По факту смерти Алтенбека Кубайдулина возбуждено сразу два уголовных дела. Незаконное задержание и доведение до самоубийства. Хотя последнее под большим вопросом. Но как бы то ни было, покойный бывший начальник полиции фактически был схвачен за взятку. А значит, и корным браконьером все же покровительствовал. И надо думать, что кроме Кубайдулина за спинами нелегальных рыболовов скрыта целая система прикрытия их преступной деятельности. Во главе с чиновниками и главами городских ведомств. Их имена мертвый Кубайдулин уже не назовет. Как говорится, нет человека – нет проблемы.